В прямом эфире новости сейчас с вами Павел Лазовик. Добрый день. Эффективность работы лесного хозяйства сегодня обсудили у президента. Использование сырья, диверсификация рынков, экспорты, доступность пиломатериалов для населения. Эти темы на повестке. За 7 месяцев года заготовлено более 10 миллионов кубометров древесины. 80 процентов к аналогичному периоду прошлого года. При наличии спроса мощности позволяют нарастить объем заготовки. Несмотря на санкции удалось переориентировать поставки, сохранить объем и еще больше заработать. На данный момент полностью закрыты потребности деревообрабатывающих предприятий различной формы собственности. А благодаря тесному сотрудничеству Минлесхоза с отечественными производителями лесное хозяйство получает всю линейку необходимой техники. Особенно в плане экспортных поставок, диверсификации рынков. У нас много в лесу сырья низкосортного, как вы говорите, древесных отходов и так далее и тому подобное. Как убираем из леса все это, перерабатываем, что мы имеем вот этой работы. Порядок в лесу самое главное. Сегодня у белорусов есть возможность по более доступным по сравнению с биржевыми ценами приобрести древесину в объеме до 70 кубометров для строительства, реконструкции, ремонта жилых домов или хозпостроек. 294 указ президента оптимизировал механизм реализации. Только за первое полугодие этим воспользовались 2500 граждан. По насыщенной программе работы белорусской делегации на полях сам Метабрикс в ЮАР. Глава МИД в Беларуси Сергей Олейник с китайским коллегой Иван И провел обстоятельный разговор касательно графика контактов и реализации ключевых договоренностей, достигнутых во время визита президента Беларуси в Китай в марте этого года. Также глава внешнеполитического ведомства обсудил актуальные вопросы двусторонней повестки с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. Кроме того, Сергей Олейник провел встречу с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдалахияном. Иран наряду с Эмиратами и Саудовской Аравией стал одной из трех ближних восточных стран, которые присоединяются к объединению с 1 января будущего года. В Брикс войдут и два африканских государства Египет и Эфиопия, а также Аргентина. Беларусь рассчитывает также получить подтверждение на скорейший прием в Брикс. В Польше цены на хлеб за год выросли почти на 25 процентов. Таковы данные за июль. Хлеб дорожает даже несмотря на то, что с апреля польское правительство установило фиксированную цену на газ для хлебопекарных и кондитерских предприятий. И по прогнозам экспертов, рост цен продолжится. В группе товаров, которые подорожали больше всего, также овощи, бытовая химия, пищевые добавки, товары для детей и кондитерские изделия. Все регионы Беларуси завершили теребление льна. Подходит к концу и уборка зерновых, зернобобовых и рапса. Намолочено почти 7 миллионов тонн нового урожая. Из них 5 миллионов 849 тысяч тонн зерновые, колоссовые, зернобобовые культуры. И более 935 тысяч тонн рапса. Вслед за Брестской областью к финишу приближаются Минские и Гродненские регионы. Солому собрали на 57 процентах скошенных площадей. Посеяно зимово рапса на зерно на 95 процентах площади страны. Закончили Минское, Брестское, Могилевское и Витебское области. 408 тысяч тонн собрано зеленой массой кукурузы. Хозяйство страны убирают и картофель. В этом году урожайность 321 центнера с гектара. Больше информации у моих коллег в 15 часов в нашем эфире. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok